На заседании Щелковского совета депутатов рассмотрели внесение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию города в муниципальные программы. Среди них модернизация освещения и водоотведения, создание пешеходных зон, ремонт дорог и многие другие предложения, сделанные жителями в рамках выездных совещаний Комиссии Совета по муниципальному имуществу ЖКХ и экологии. Депутаты посетили более 10 населенных микрорайонов и деревень, входящих в состав городского поселения, обсудив с населением актуальные проблемы. У вас проект решений есть, вы все дополнили эти мероприятия, зная каждый свой округ. И сейчас совместная работа нас и администрации должна привести к какому-то результату, для того, чтобы жители увидели, что все наши поездки к ним и данные обещания в каком-то смысле не остались пустыми. Рассматривается и 2018 год, и 2019 год, но это жителям необходимо. Нашим избирателям это просто необходимо. Приведение в порядок, как мы тогда рассматривали, и канализация, и тротуары, ну и так далее, все, что необходимо в нашем городе. Среди вошедших в список задач одна из самых актуальных проблем частного сектора – развитие водоотведения, в том числе ливневой канализации. Большой объем работ предполагается в Хотове и Потапове. Для решениям Совета депутатов районной администрации было рекомендовано включить перечень мероприятий в действующие муниципальные программы на 2018 год и проекты программ на 2019. Также на заседании Совет проголосовал за временную передачу органам исполнительной власти района полномочий по организации водоснабжения и водоотведения на территории города Щелково. Будет проведена реконструкция коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры. В программе государственное развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы предусмотрен капитальный ремонт 9 ВЗУ, ремонт капитально-стоматичного коллектора. Утвердили городские депутаты изменения в устав Щелково, привели в соответствии с требованиями федерального законодательства. В устав вводится новое понятие правила благоустройства территории и поселений и закрепляется перечень вопросов, которые могут регулироваться этими правилами. Также прописан регламент использования одной из форм местного самоуправления с хода граждан. Устанавливается правовой статус старост сельских населенных пунктов.